Токио Субтитры сделал DimaTorzok На Олимпийских играх в Токио будет участвовать на 10% меньше атлетов, чем участвовало в Рио. Сокращение, которое по разным причинам проводил Международный Олимпийский комитет, произвели в течение всего квалификационного периода. В результате для нашей сборной это минус 32 лицензии по сравнению с Рио. Это объективные причины, которые зависят от мирового спортивного движения. Так сказать, компромисс, без которого Олимпиада не состоялась бы никогда. Вот и в боксе произошли существенные изменения. В течение сезона отменили ряд квалификационных турниров, и поэтому некоторые спортсмены попросту не успели выполнить Олимпийский норматив. Поэтому те, кому все-таки удалось пробиться на игры, теперь чувствуют колоссальный груз ответственности. Не только за себя, но и за своих коллег по цеху. Ну, конечно, ответственность чувствуется. Мы туда едем за золотом, за золотой медалью. Поэтому ответственность, мы уже привыкли к этому каждый турнир. Это ответственность. В любом случае, мы должны оправдывать, мы должны поддержку. Я хочу сказать нашим болельщикам, чтобы они поддерживали нас. В любом случае, поддержка очень важна. Не ринге, за рингом. Поэтому хочу сказать, чтобы поддерживали, а мы будем делать то, что мы умеем. Очевидно, что на Олимпиаде будет масса ограничений из-за пандемии. Например, спортсменам запрещено разговаривать с другими членами команд. Нельзя никуда выезжать за пределы Олимпийской деревни и гулять по городу. Словом, маршрут спортсмена будет пролегать между местом проведения соревнований и деревней. Кроме того, каждый день нужно заполнять информацию о себе в специальном электронном приложении. Если у кого-то будет положительный тест, то вся команда помещается на карантин. Только представьте, спортсмен готовился пять лет. С трудом, можно сказать, потом и кровью завоевал лицензию. Приехал на игры, заболел и просидел всю Олимпиаду на карантине. Это невероятная психологическая нагрузка. Поэтому сейчас для наших спортсменов главное – правильный настрой. Конечно же, у каждого, наверное, спортсмена есть мечта стать чемпионом. И у меня нет включения, у меня тоже есть мечта. А что будет, мы все знаем, что много чего в нашем виде спорта может произойти. И на все более божье. Суждено – буду. Нет, нет. Такая вот ситуация. Да, конечно, я посмотрел с другого ракурса, можно сказать. Переосмыслил все. Начали работать над ошибками, которые мы видели в этом бою. Будем стараться на Олимпиаде не допускать этой ошибки и работать уже по-другому. Как сказали в Национальном Олимпийском комитете по приезду в Токио, на 14-дневный карантин изолируют всех спортсменов. Это условия для каждой национальной команды. Кроме того, олимпийцев ждут постоянные ПЦР-тесты. Конечно, сравнивать не совсем корректно, но по факту это то же самое, что и допинг-тест. Не сдал дисквалификация. Вот так, вместо того, чтобы думать о предстоящем бое, изучать и настраиваться на соперника, наши боксеры будут думать, как бы не заболеть коронавирусом. А конкуренция обещает быть колоссальной. Каждый, кто приехал в Токио, знает, чего ему это стоило и будет биться до последнего. Сила, масса, скорость – это всех надо, то есть не надо никого выделять. Там, дай бог, все нормально, подготовимся, приедем, сетка будет, а там уже отцепенек, отцепенек надо настраиваться. Просто надо сейчас всех изучать, смотреть, то есть работать над собой в первую очередь, потому что если ты покажешь свой бокс, навяжешь, будешь навязывать свой бокс, то есть они уже будут у тебя подстраиваться. Так что надо работать, это самое главное. Ну, сейчас главное – себя подвести. Кроме того, в Японии не будет казахстанских болельщиков. На Олимпиаде в Токио около 40% соревнований пройдут без зрителей. Это коснется матчей по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнований по легкой атлетике, а также церемонии открытия и закрытия игр. Болеть за наших олимпийцев будем по телевизору, а поддержать надо. Особенно боксеров, на них большая ответственность, от них ждут медалей. Пустыми они еще не возвращались, даже несмотря на то, что в последнее время бокс в Казахстане, можно сказать, на спаде, мы по-прежнему были и остаемся боксерской державой. А нас знают во всем мире, наши бойцы побеждают на чемпионатах мира в любительском боксе и завоевывают титульные пояса в профессиональном. Конечно, как человек, любой человек, как тренер, у каждого человека есть сомнения, есть переживания. Но я все равно верю в боксера, потому что казахстанский бокс, он всегда давал чемпионов. Даже вот взять примеры Олимпийской игры в Афинах. Все ждали Головкин, Жафаров, выстрелил Бахтияр Артаев. В Пекине, допустим, Серик Сапеев, двукратный чемпион мира. Все уже были стопроцентно уверены в него, выиграл Баха Царсикбаев. Поэтому я и ребятам, и тренерам всем всегда говорю такой настрой. Бокс – это такая вещь, это непредсказуемо. Может выиграть любой боксер. От кого вы не ожидали, вот взять вот он, он может совершить там подвиг и стать чемпионом. Это самый настоящий бокс, это такой вещь, когда человек действительно окажется на подъеме своих эмоциональных, физических возможностей. Когда он подходит к пику своей формы, вот то, что мы сейчас стараемся подвести, поднять максимальную работоспособность, то, что не хватило на Азии, именно чтобы где-то подавить соперника мощью, количеством ударов. И самое главное, психологически, чтобы доминировать над ним. Вот это вот очень важно для ребят. И именно когда они с таким настроем выйдут на ринг, то они могут подавить любого соперника, любое сопротивление. И это уже не раз доказывали, тот же Бигзат, Мурдавлетов. Это своего рода подвиг, человек должен совершить его, просто так не становиться олимпическим чемпионом. На это надо идти, идти как в бой настоящий. Поэтому я верю в ребят, я надеюсь, что они совершат подвиг, кто-то из них обязательно станет чемпионом. Итак, казахстанские спортсмены вылетят в Японию 16 июля чартерным рейсом. Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля на Центральном стадионе в Токио. На сегодняшний день в копилке сборной Казахстана почти 100 олимпийских лицензий. Наши атлеты выступят в 27 видах спорта. Всего же на Олимпиаде разыграют 339 комплектов медалей. Конечно, бокс в нашей стране всегда был ударным видом спорта. Отечественные мастера кожаной перчатки добились по-настоящему выдающихся результатов. Это при том, что никаких особенных условий для тренировок у наших боксеров никогда, собственно, и не было. Но они побеждали, несмотря ни на что. Вот и сейчас в этой действительно уникальной обстановке наши спортсмены проявят волю к победе. Однако все-таки главное, чтобы со здоровьем наших олимпийцев все было в порядке. Сам факт присутствия на этих соревнованиях уже, можно сказать, подвиг. А медали пусть будут приятным бонусом. Конечно, желательно с золотым оттенком. Субтитры подогнал «Симон»!